Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Ольга Михеева, один из преподавателей курса. И вы презентацию показываете или я буду показывать? Ну, как хотите, могу я, могу. Ну, я тогда покажу сейчас, я включу. И мы осветим с вами очень вкратце, но очень интересный такой вопрос. Вопрос, вы покажете случай из вашей практики, которая отвечает на вопрос, а можно ли, может ли гомеопат лечить себя и свою семью? Такой интересный вопрос. Из случаев, вот, корь у ребёнка, давайте, вот по порядку. Мы видим здесь, что мы видим? Мы видим. Я прошла курс обучения в двухгодичной гомеопатии. Зашумела мишура новогодняя. Сынишка у меня, 15-летний, вдруг закашлял. Ну, дел житийское, под Новый год, так, чуть-чуть насморк. Ну, никто даже, как бы, и не подумал ничего плохого. В Новый год он вполне бодро сидел, утром встаёт. Так как он проходил хроническое лечение долгое у гомеопата, он уже втянулся к 15 годам. Стал как-то обращать внимание, там, на медицинские вопросы. Встаёт и говорит, мама, а у меня пятна филатова поплика. И температура 41 градус, но я даже замерять не стал, потому что я исправился. Ну, смотрим, он вроде так бодр, весел почти что. Ну, вроде чувствует себя хорошо. Думаю, не будем ничего мы с ним делать. Всё, болезнь прошла, нормально, но у меня ещё двое детей. Ну, Новый год, марберинума, которым можно было бы там профилактировать, у меня не оказалось. Вроде почитала пульсатила, но смотрю, вроде такой бравый молодец, ничего с ним не случилось. Другие дети тоже на хроническом лечении, думаю, не буду никого трогать. Вот, или так, вроде всё нормально у второго ребёнка тоже. И у младшей вроде так чуть-чуть покашливает. Вот это, да, фотография? Антитела подтвердились у старшего, всё. Ну, и вроде всё было ничего первые два дня. Потом встаём утром, а ребёнок чё-то не встаёт. Заходим в комнату, а человек лежит на голове кастрюля. Спрашиваю, а зачем кастрюля? Говорит, она холодненькая, и от неё вроде как полегче, голова не так кружит сильно. О, какой симптом! Да, ну, думаю, симптом в репертории есть такой, что от холодных аппликаций легче. И есть также симптом, вот, дальше пошло нарушение сознания, то есть ребёнок перестал отвечать. Это были последние вопросы и ответы. Вот, в течение пяти минут сразу начала мысль мелькать, что, ну, тут надо что-то срочно делать. Муж побежал звонить скорую, у меня стал компилироваться итог вот этого состояния, и пришло как-то осознание, что нужно дать АПИС. Ну, и, в общем-то, если открыть реперторий, то мы увидим. Рубрика Кори, она, в общем-то, не такая обширная, и АПИС там присутствует. Ну, также, если открыть рубрику «Холодные компрессы», то АПИС там тоже есть. Да, это ключевой симптом, да. Да. Ну, и спутанность сознания с головокружением, там вообще четыре препарата. Вот, ну, а глаза, так они вообще почти не открывались, там узкие щёлочки были, и веки все были опухшие сильно. Да, здесь видно. Да. Вот, фотография была сделана, чтобы хотя бы оценить, потому что у всех паника, ну, вдруг там как-то, хоть через пять минут что-то изменит. Вот, ну, пока там уж скорую вызывал, АПИС я дала. Вот. В какой панельце? В 30-й. Три крупинки. Дальше делаем фотографии через 15 минут. Ребёнок ожил, ну, во всяком случае, смог уже поворачиваться. Вот, дочка моя, и глазки уже стали приоткрываться. Она уже стала разговаривать, и уже там, когда скорая, это уже ничего не понадобилось, потому что она уже была нормальная. Состояние уже хорошее. Через два часа она была весёленькая, уже кушала. Вот, ну, и, собственно говоря, ничего не понадобилось. То есть она потом легко вышла из этого состояния, и приключение новогоднее наше закончилось удачно. Какие ваши выводы? Выводы, что учиться нужно. Это всегда имеет свои плоды, даже и в личных целях. Вот. Ну, и, собственно говоря, какое-то развитие, оно всегда полезно в жизни, и непредвиденные обстоятельства всегда любые разрешаются легче. В принципе, конечно, можно было, наверное, и профилактировать что-то, попробовать, наверное, пульсатилу подавать, как советуют гомеопаты и марбелином. Ну, вот, вот, как сложилось. Ну, с другой стороны, у старшего ребёнка, которому ничего не давали, на фоне вот этой температуры огромной, которую даже мерить все боялись, у него был прогресс в лечении его хронического заболевания настолько большой, которых вот таких достижений не могли 15 лет достичь. После вот этого вот заболевания кори, то есть он просто фактически, ну, я считаю, полностью излечился и вышел из того состояния, в котором родился фактически. Ну, не зря же говорят, у детей, которых как бы профилактировали, на самом деле не профилактировали кори, а подавляли возможность проболеть корью, у них прогностика очень нехорошая, именно потому, что были подавлены вот эти факультеты иммунной системы целые. Ну, это отдельная тема, когда будем проходить, Коль, на курсе, будем в этом более подробно говорить. Оль, спасибо большое. Спасибо вам.